Здравствуйте, дорогие женщины! Я очень вас прошу, скорее, разбудите ваших мужиков и приволоките их к телевизору. У нас сегодня мужской разговор. Мы обсуждаем тему «Зачем нужен папа?». Вы, конечно, можете подсматривать и подслушивать, но мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача, как вы все понимаете, необычна. Она, как пишут часто о моих заметках в литературе, как пишут журналисты, она будет пронизана духом мужского шовинизма. Женщинам смотреть можно, но главное, все-таки мы хотим сегодня обратиться ко всем отцам этой страны и попытаться задать им главный вопрос. Ребят, зачем вы нужны возле детей? Что вы там возле этих детей делаете? Как вы думаете, Луиза Васильевна, вы пока единственный представитель прекрасного пола, кого допустили к этой теме. Что вы думаете по этому поводу? Я вспомнила, есть такая песня «Папа может все, что угодно, только мамой не может быть». Кстати, между прочим, есть официальный праздник «День отца». Наших мужчин в плане этого праздника огорчает только то, что он не является общепризнанным выходным. Тем не менее, ребята, давайте поговорим с нашими экспертами на эту тему. Они должны знать. Давайте посмотрим. Когда папа пришел домой, мы с собакой радуемся. Папа нужен, чтобы можно было семья, чтобы можно было родить детей. Мне было скучно маме. Чтобы когда мама уходит на фитнес, чтобы ребенок не оставался одним. Мама не умеет чинить, а папа умеет чинить. И зарезать окуду, чтобы покушать что-то. Рубить полено и дедушке помогать топить печку. И петуха отловить. Он может сделать больше, чем мама. Он может там наказать ребенка. Папа говорит, что он маму удивляет. Папа маме никак не помогает. Только он семье всей помогает. Деньги заработает. И то мало. И папа маме еще дарит цветы, чтобы мама была здоровой и хорошей. Чтобы не била своего ребенка. Папа намного больше может, чем мама. Это вопрос совершенно однозначный. Другой вопрос в том, что папа сплошь и рядом не только не знает, что он может, но даже не задает вопросы доктору, хотя бы детскому, как быть. И ситуация, когда на прием к детскому врачу придет папа задавать вопросы, ну она практически уникальна. Нет, иногда она его с собой приволокет. Такое бывает. Но чтобы он пришел сам, ситуация уникальна. Поэтому сегодня мы имеем многократно более уникальную ситуацию. Мы имеем огромное количество пап на приеме у доктора. Правда, Лына Васильевна? Да. Наверное, футбола нет или хоккей, поэтому не здесь все собрались. Ну мы так... Вот. Я думаю, что можно посмотреть. К вам на прием пришли вообще два уникальных человека. Сразу два папы. Два папы. Это вообще уникальная ситуация. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Володя и Женя много-много-много работают и редко бывают дома. Мы уже рассказывали, как они приходили к доктору со своими семьями и проблемами. Но вот что было потом? Папа, вас я попрошу остаться. Сказал доктор. Предстоит серьезный мужской разговор. Меня, собственно говоря, ребята, в нашем мужском разговоре ничего не интересует. Интересует следующая позиция, с которой я предлагаю вот просто эту сценку себе представить. Давай. Она классическая в рамках отечественной ментальности. Два человека, мальчик и девочка, сделали третьего. Так. И вот они забрали его из роддома. Пришли домой, склонились над этой кроваткой и смотрят на него. При этом ситуация развивается следующим образом. В большинстве случаев ни он, ни она ничего не знают о том, что надо делать дальше. Но она думает, что она знает. Знает лучше, я бы так сказал. Ну, может быть, в принципе, знает. Как же ситуация должна быть? Дальше. Что? А он уже вот тут начинается кромкнули. Что делает он в этой ситуации? Ну, что делает вообще мужчина, когда он не знает? Он говорит, да делайте, что хотите. Правильно? Ситуация имеет место? Имеет. Что происходит дальше? Дальше он занимает очень выгодную позицию. То есть она на диване или она просто в стороне, это не принципиально. Но как бы события не развивались потом, он говорит, довела, а я предупреждал. Ну, это когда что? Это когда ребенок... Заболел. Уписался, ухакался, плохо себя ведет, обозвал папу нехорошим словом. Понимаете? Виновата она, потому что она правильно или неправильно его воспитывала. А обратную ситуацию не рассматривали? Обратную ситуацию я еще не видел. Я хотел бы привлечь, сделать все для того, чтобы мужчин привлечь к детям. Вот на уровне принятия решений. Хотя бы потому, что в принятии решения возможна логика, здравый смысл, эмоции, сопли и так далее. Да? Инстинкты. И очень часто, когда женщина приходит с ребенком, с роддома, вся в гормональной перестройке, вся уставшая, когда стоять больно, лежать не в мату, грудь болит, он орет. Папа нет рядом. И так далее. Папы рядом нет. Поча надо же на это. Тут же расходы увеличились, редко надо вообще работать. И она принимает решения. А решения эти продиктованы страхом за его жизнь. А главное проявление этого, заботы, это, чтобы не умер с голоду и не замерз. А потом мы же это все расхлебываем. Эту, эту любовь. Да? Но тем не менее, мы не можем прийти с работы и стукнуть кулаком, и сказать, что так нельзя. Давай я решу. Давай я скажу. Когда надо что-то решать. Почему? Кстати, обратите внимание. Приобретая автомобиль. Давай. У тебя есть автомобиль, у тебя есть автомобиль. Ты однозначно думал о том, во что тебе обойдется сервис этого автомобиля. Ну, кто будет вообще его обслуживать? Ну, понятно. Ну, как правильно. Понимаете, о чем идет речь? А когда ты заводил ребенка, тебя сильно волновала тема сервиса ребенка? Волновала, конечно. Я могу рассказать. Я отношусь к осмысленному. Я не могу так говорить, как о вещи ребенке, да? Но очень осмысленному заведению ребенка. То есть к планированию. Абсолютно. Я очень хотел ребенка, поэтому мы с моей женой, кроме того, что мы любили друг друга, мы решили жениться, да? Пусть консервативно это нам навязанные правила, но я считаю, что они правильные, что ребенок должен появиться уже в семье. Мне кажется, это все не случайно придумано годами. Поэтому я, будучи достаточно взрослым человеком в 26 лет, да, мы решили завести ребенка. Поэтому, естественно, к тому, какой будет сервис у этого ребенка, естественно, мы думали. Мы не могли предоставить нашему ребенку дом и кучу нянечек, но мы предполагали собственную квартиру и нахождение вокруг ребенка бабушек и дедушек. То есть это абсолютно осмысленные были шаги. Это даже немножечко, знаете, страшно, потому что мы из, я считаю, романтических таких натур должны были столкнуться с той действительностью, в которой мы все живем. С одной стороны, это страшно планировать жизнь, а с другой стороны, заводя ребенка, это правильно. Это кажется, что... Потому что, да, это потому что я почувствовал такой груз приятный, но груз ответственности. Замечательно. Эти ответственности меня повсюду окружают. В садик. У меня нет времени действительно, нет времени отвозить всегда ребенка в садик. Действительно, жена. Забирать ребенка. Действительно. Но в вопросе принятия решения, в каком садике, где окружение, какие дети, какие там преподаватели, что очень важно. Я принимал какое, да? Моя жена, будучи настоящей хорошей мамой, объездила 25 садиков и сказала, вот эти четыре хорошие. И вот в эти четыре я пошел. Ну, то есть, нельзя сказать, что в силу того, что у меня нет времени, я вообще не занимаюсь ребенком. То есть, я, ну, как, я же просчитываю какие-то вещи. Володь, теперь давай я объясню еще раз, в чем стоит, собственно говоря, вот наша задача. А то я не на что ответил. Вопрос, ты сказал, сказал, что ты, как отец, как лидер семьи, клана своего, своей стаи. Своей стаи из трех волков. То есть, ты как вожак стаи определяешь дорогу, по которой эта стая идет на водопой, скажем так, условно. Это замечательно. Передо мной стоит задача другая. Соопределяешь. Соопределяешь, хорошо. А ты советуешься с другими, менее значимыми, с леонами стаи. Замечательно. С волчицей она значима. Вы что? Я, собственно говоря, что произошло только что? Я сказал, что, ребята, ситуация печальная. В этой стране мужики видят свой долг в том, чтобы после выполнения биологической задачи полностью отойти от выполнения социальных функций. После чего, после чего, один из присутствующих возмутился и в течение пяти минут рассказывал нам с тобой, слышишь, о том, что он классный пацан, и он решает социальные функции нормально. И мы рады. Ну, в общем-то, да. Это мы готовы ему аплодировать. Он нормальный хлопец. Что же вы держите себя в руках? Женя, ну давай похлопаем. Спасибо. Итак, мы выяснили, что Зеленский пацан правильный. 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 Но нам надо бы опыт Зеленского перенести в массы. Мы должны довести до сведения всех мужиков главное, что, ребята, если вы думаете, что она лучше вас знает, как помочь ребенку при РЗ, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что она лучше вас знает. Мы не говорим о том, что она не знает. Но то, что она знает, примерно равно тому, что знаете вы. И вы не имеете морального права перед вашим ребенком, перед ней, бросить их на решение вот этих грабальных проблем. Что купить, где учиться. Это должны решать вы вместе. Вместе. И поэтому это наш долг. Мужской. Да. Не оставлять их один на один. А теперь кашевой. Да. А что ты отмалчиваешься вообще? Мне интересно послужить умных людей. Женя, ну скромно. Да и не туда попал. Вот я рад, что здесь присутствует Алеша и Дима. Они ведут у нас передачу «Кормящие отцы». То есть вы начали этой темой заниматься, пытаться привлекать пап. Вот я хотел бы услышать ваше видение ситуации. Как поступить? Как заставить мужчин понять, что они много могут? Здравствуйте. Ну я, так скажем так... Дима, садись. Садись. Я даже приду к тебе, потому что давайте так в теплой доверительной обстановке попытаемся все это решить. Потому что, если честно, вот я вам скажу честно. Вот иногда у меня возникает желание вот вас, вы меня простите, удушить. Ну вот, ну вас, я говорю, мужской пол, как бы. Вам я как раз готов сказать спасибо за то, что вообще в этой каше решили побарахтаться, хоть чуть-чуть понять вообще. Но когда вот я, вот у меня клиника находится в Харькове. Вот ко мне приезжает из Киева папа, мама и ребенок. Мама с ребенком заходят в кабинет к доктору, а папа сидит в холле, читает газету. И вот мне это страшно, если честно. Почему так происходит? Почему? Расскажи, Димочка. Я могу ошибаться, но мне кажется, может маме стоит немножко разрешить. А мы никогда не думали о том, что у нас может быть проблема не в том, что папа не хочет, а проблема в том, что мама не дает. А еще такая история. Вы помните первое ощущение, когда вот вы только забираете малыша домой, да? Приносите его. И вот первое ощущение, которое, я думаю, что любой родитель меня в этом плане поддержит, что боишься что-то сделать только для того, чтобы как бы тотально не навредить. Потому что есть вот первое ощущение о том, что ты, что бы ты ни сделал, ты можешь починить вред, ну, окончательно, потому что даже потерять ребенка. А вы знаете, что опаснее? Опаснее то, что вы уверены в том, что вы можете навредить, а она точно знает как. Или у нее шансов навредить меньше. Я хочу обратить внимание еще раз о том, что она, приходя из роддома, вот никто из нас даже представить не может, через что она прошла. О том, в каком гормональной перестройке она находится, как у нее все болит и там, и в душе. И в это время она оказывается фактически одна. Она подвержена влиянию всех. Любое слово бабушки, это уже руководство к действию. Это не информация к размышлению. А мы еще в стране, где авторитет бабушки всегда выше, чем авторитет участкового педиатра. Правда? То есть, а вы наверняка отдаете себе отчет в том, что вы знаете хуже. А теперь вопрос. А куда вы смотрели 9 месяцев? Вот пока она ходила с пузом. Вы же знали, что вы через 9 месяцев станете папой. Почему вы не могли потратить время? Ну почему? Для того, чтобы сесть за руль, вы все должны пройти курсы, сдать экзамены, получить документ. И без этого документа вы не можете стать водителем. А отцом-то можете. Но именно поэтому мы и становимся в большинстве случаев отцами номинально. То есть мы вроде как папа, но мы никаких решений не поднимаем, потому что у нас нет документа. А у нее есть, есть она мать. Вот пусть и решает. А мы пошли добывать на хлеб. Что скажете, Лешенька? Я думаю, что скажу какую-то страшную историю, да? Но она заключается вот в моем понимании в том, что то, как папа относится к рождению ребенка, к воспитанию ребенка, это все вторичная информация после его отношения к своей жене. Мне кажется, что если мужчина очень любит свою жену по-настоящему, в том понимании, что такое любовь, он не разрешит ей и не позволит себе не находиться рядом с ней во время беременности. Он будет всегда находиться для того, чтобы каждую секунду помочь ей. Он будет находиться рядом во время родов для того, чтобы делать все, что она скажет в этот момент. Как раб, бежать за чем угодно, помогать ей, стоять на коленях, с слезами на глазах, ждать, когда родится этот ребенок. И точно так же всю жизнь он должен просто очень сильно любить свою жену и своего рожденного ребенка. А по-другому вы не привьете эту любовь к детям. Я, например, я очень люблю свою дочь. Я хочу точно, понимая, что я буду ходить в школу на собрание. Я этого жду. Потому что мне кажется, что это интересно. Возвращаться и обсуждать со своим ребенком, как она учится, какие у нее планы, какие у нее друзья, как она себя ведет. Вот я участвую во всех разговорах со всеми врачами, которые приезжают, если, например, Глаша заболела. Я не то чтобы не позволяю своей жене, я ей очень доверяю. Но я знаю, что ей так же тяжело, как было бы тяжело, если бы я был один с ребенком. И я понимаю, что в этой ситуации я должен помогать как только могу. И это отношения между папой и ребенком должны стать для массы людей модными, как это страшно не прозвучит. Папа должен знать, что вот ему теперь все клево. Он гуляет с ребенком, он пошел там с ним в парк, он с ним один без мамы. И это прикольно, потому что это как минимум красиво со стороны. А для внутреннего воспитания ребенка очень полезно. Ребенок, в отличие от этих детей, которые были в ролике, скажет, чем занимается его папа и что папа ему дает. А теперь я хочу, может быть даже не вопросов, а рекомендации, советы, как сделать, чтобы это, чтобы достучаться, чтобы мужчины пришли к детям. Кто-то может быть опытом своим поделится. Я вас слушаю. На мой взгляд, при воспитании ребенка наблюдается баланс между строгостью и мягкостью. И, глядя на другие семьи, я вижу, что такой баланс, он поддерживается разностью характеров супругов. Кому-то приходится играть плохого полицейского, кому-то хорошего. А вот я считаю, что это как бы, ну не совсем правильно. А что думаете по этому поводу вы? Мне кажется, что между папой и мамой разница намного больше, чем между хорошим и плохим полицейским. И в определенных ситуациях кто-то должен проявить строгость, а кто-то мягкость. И эти ситуации могут быть принципиально разными. Ибо когда речь идет о накормить, сплошь и рядом мама, готова проявлять мягкость и ходить вокруг него на цыпочках, а папа скажет, проявит твердость и скажет, отойди от него, не хочет, не надо. Но в других ситуациях, когда речь идет о том, чтобы он красиво выглядел, куда уж тут папе лезть, что он понимает, в глажке, в моде и так далее. Пусть она это решает. Главное в другом на самом деле. Главное в том, чтобы мужчина все-таки проявлял инициативу и пытался, участвовал, решал, понимал, что нет ничего стыдного и нет ничего женского и мужского. Это ваш общий ребенок. И в любом случае должны быть общие совместные решения. Именно такие решения работают на благо семьи. Но! И вот это... Я прекрасно понимаю, что сейчас, кроме мужчин, за нами подсматривает огромное количество женщин. Я хотел бы обратиться именно к женщинам. Все попытки воспитывать мужчин, по большому счету, обречены на провал, потому что женщины сплошь и рядом считают мужчин ничего не понимающими, плохо воспитуемыми и вообще не имеющими никакого отношения вообще к этому всему. И когда мужчина пытается куда-то лезть, то слышит, что ты в этом понимаешь. А когда мужчина слышит сомнения в своих способностях, то он разворачивается и уходит. Поэтому приобщить мужчин, приобщить к детям могут только женщины. Только женщины могут сделать так, чтобы мужчина заинтересовался и что-то делал. Для этого его надо, как ребенка, заинтересовывать, хвалить, поощрять. Все время рассказывать о том, что без него вы никак, ну ничего другого у вас просто не получится. Но если вы обдурите его и заставите его думать и принимать решение, мы все принимаем, что это будет ваше решение на самом деле, что вы та шея, которая будете вертеть этой головой. Это мы все прекрасно понимаем. Но если вы создадите у него иллюзию, что именно он полноценный вожак этой стаи, то этой стаи будет счастье. А если это будет не иллюзия, а истинное положение вещей, то это будет двойное счастье. Вы знаете, я четко понимаю, что большинство пап, ну так вот сложилось, и может быть мы где-то не хотим этого, но мы заняты. Мы работаем, зачастую появляемся дома там, я не знаю, 8, дай бог, чтобы 8 может быть и позже. И здесь, наверное, встает вопрос, что важно не столько, наверное, количественное участие отца в воспитании ребенка, да, а все-таки качественное. А того, что папа придет 5 часов домой, ляжет на диван, и он будет рядом с ребенком, наверное, ну, пользы будет маловато. Что вы по этому поводу скажете? Что важно качество, а не количество? Это, конечно, бесспорно, но главное, с моей точки зрения, знаете, в чем? В том, чтобы есть некие стратегические вопросы, вот есть локальные тактические задачи, какой фирмы купить подгузник и чем накормить на завтрак, да? А есть стратегическое планирование. Вот стратегическое планирование должно осуществляться родителями. То есть вы вместе должны установить правила игры. Вот есть вопрос. Он не хочет есть. Мы его кормим или нет? Мама приготовила, а он говорит, я это буду, а это не буду. Что надо делать? Вот это ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Это то, что должны вы сделать вместе. Это неправильно, если вы пришли с работы и стали гладить пеленки. Нет, это можно. Но на самом деле это говорит только о том, что ваша женщина не может организовать свой быт, если она была дома целый день. Это неправильно. Но вы можете, естественно, проявить инициативу, если вам это хочется и что-то сделать. Тем не менее, глобальные стратегические вопросы однозначно должны решаться вместе. То есть вы должны в этом участвовать. Ребята, это действительно здорово быть настоящим папкой. Что-то решать, разбираться. Главное знать. Просто когда мужчина хочет узнать, он узнает совершенно иначе. Он все в подробностях. Понимаете? Но когда ваша жена растирает вашего ребенка водкой, а вы стоите рядом, понимаете? И думаете не о том, что это опасно ребенку. Вы думаете о том, что водка расходуется. Понимаете? А я хочу, чтобы вы думали именно об этом. Но сплошь и рядом выбор детского сада осуществляется не так, как Вова рассказывал. Он говорит, сколько стоит этот детский сад? Это меня устраивает этот. На. Иди, отводи. До свидания. И точно так же. Сколько стоит визит в эту поликлинику и в эту? А я заработал на эту. На. Иди. Делай с ним что хочешь. Так вот, это и называется. Это не папство. Это безответственность. Это попытка откупиться от решения своего, ну, самого главного долга в жизни. От того, что за вас не сделает никто. Ибо ответственность за этого ребенка лежит на вас точно так же, как на ней. Но стратегическое планирование не каждому дано. И оставлять женщину один на один со стратегическим планированием? Да. Примеры вы знаете. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я стараюсь ребенка не наказывать. Пытаюсь ему объяснить всегда, почему нельзя делать то, что он хочет делать. Или почему нужно поступать именно так. Такой вопрос в будущем. Скажется ли это как-то отрицательно на его поведение? Ну, на самом деле, однозначного ответа на ваш вопрос нет. Ибо есть разные модели педагогики. Я хотел бы обратить ваше внимание не на сам факт наказания, а на то, что есть главная задача папы. В плане воспитания. Именно папа в состоянии дать ребенку ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Когда я вижу, как там годовалый ребенок может замахнуться на маму, понимаете, а рядом стоит мирный тихий папа и не вмешивается, то мне это не нравится. Опять-таки, папа, наверное, тогда папа, когда он пример отношения к жизни, да, если вы будете учить ребенка не говорить плохие слова и эти плохие слова произносить сами, то вряд ли вы будете примером, да, и так далее. Поэтому главное не о том, чтобы мы сейчас выработали модель наказания. И какими наказаниями вы сможете сохранить любовь, а какими нет. Главное не это. Главное, чтобы вы были ребенку не безразличны. А ребенок это сразу понимает. Это папа или приходящий дядька, который пришел поспать с мамой и опять уйти. Вот это ребенок знает точно. Я бы, знаете, что еще посоветовал бы? Посоветовал бы всем женщинам по вечерам, даже если вы поздно возвращаетесь, такой личный совет, который я использую, да, если даже поздно возвращаетесь, чтобы жена рассказывала, что сегодня ваш малыш сделал. Потому что, чтобы не получалось ситуации, там, в воскресенье с друзьями встречаетесь, и при вас, при всех жена рассказывает то, чего вы не знаете про своего ребенка. У меня однажды возникла такая ситуация, я пропустил, что у меня дочь Глаша, научилась соску сама брать и в рот себе засовывать. Казалось бы, мелочь, но для меня это была такая катастрофа, я думаю, как же я это пропустил. Такой важный момент, она теперь соску сама себе в рот засовывает. И поэтому, пускай женщины, делитесь всем тем, что происходит в вашей жизни, пока папа работает. Папу нужно уважать. Ребята, а я тут добавлю, что если она забыла поделиться, то вы уж не забытьте спросить у нее об этом. Правда? И на этом мы заканчиваем. Мы надеемся, мы искренне надеемся видеть в этой студии много-много любопытных, доброжелательных пап. В любом случае, мы встретимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова